Тот, кто не называет фамилию Навального, полтора часа обещал россиянам светлое будущее. Вопреки ожиданиям, он почти не говорил об Украине, не объявлял о признании ЛДНР, не аннексировал в прямом эфире соседнюю Беларусь. Вместо этого он 90 минут сулил российским гражданам социальные выплаты и инфраструктурные стройки. Впрочем, во всем этом есть сермяжная политическая логика. В сентябре этого года Россию ждут выборы в Государственную Думу, перед которыми власть традиционно напоминает своим избирателям о том, кто тут главный поставщик ресурсов для выживания. Эта роль за российской вертикалью закрепилась еще в нулевые. Олигархи переставали быть самостоятельными фигурами. Крупный бизнес шел на поклон к чиновникам. Налогоплательщики перестали содержать государство. Оно установило контроль над основными экспортными товарами и стало содержать себя самостоятельно. Все это привело к ситуации, когда российский гражданин не выступает для российского чиновника в роли работодателя. Он уже не может кивать на свои налоги и требовать в обмен от вертикали послушания. Все наоборот. Российское государство стало главным провайдером ресурсов для российского общества. В первую очередь ресурсов безопасности и выживания. Травма 1991 года тоже сыграла свою роль. Обывателя в России убедили в том, что любые игры в демократию заканчиваются крахом системы. Ему внушили, что любая атака на политические элиты равноценна атаке на саму государственную вертикаль. Мол, сегодня вам предлагают бороться с коррупцией во власти, а завтра система пойдет в разнос и начнется парад суверенитетов. В копилку подобного упрощения российские власти сложили весь негатив из 90-х. Чеченскую войну, галлопирующую инфляцию, несправедливую приватизацию и разгул преступности. Все это теперь подается как результат политической многоголосицы. Мол, если не хотите повторения, то привыкайте к тому, что портреты в кабинетах меняться не будут. Это чрезвычайно удобный метод борьбы с любыми претендентами со стороны. Причем об официальной оппозиции речь даже не идет. Она давно превратилась в статистов, которые отбывают номер за государственные подачки. Речь о внесистемной оппозиции, которая сегодня поднимает на свои знамена Алексея Навального и его антикоррупционное расследование. Проблема внесистемной оппозиции в том, что она раз за разом апеллирует к сложным категориям. Говорит о несправедливости системы. Требует от чиновников уважения к обывателям. Рассказывает о чужих взятках и договорниках. Но все это может в лучшем случае возмутить небольшую прослойку городских жителей, которые сумели соскочить с дотационной государственной иглы и научились выживать самостоятельно. И молодежь, которая еще не успела на эту иглу подсесть. А вся остальная Россия продолжает жить по принципу, как бы ни стало хуже. Бунт против власти для нее означает восстание против кормильца. Причем даже работа на частные структуры не означает полной свободы. По той простой причине, что частные компании в России вынуждены оглядываться на вертикаль. Такой себе настоящий фашизм по заветам Бенитта Муссолини. Ничего против государства, ничего вне государства. В результате протестные митинги становятся для Кремля раздражителем. Но не превращаются в угрозу. Чтобы ситуация изменилась, российская власть должна утратить тот статус, к которому она шла последние 20 лет, а именно поставщика безопасности и ресурсов для выживания. Когда подобного статуса лишились советские власти, Советский Союз потерпел крах. А до этого момента российская оппозиция обречена походить на декабристов, как по уровню популярности, так и по уровню эффективности. Такое ощущение, и даже по выражению лица самого Путина, что он бесконечно от всего устал. Что он просто утомлен и говорит какие-то банальности. Еще когда он говорил по записке, ну там была какая-то разумность повествования, пусть в рамках банальности. Но когда он позволял себе, как человек уже властвующий над одной восьмой частью суши, отрываться от записки, он говорил вещи совершенно невозможные, несуразные. Он ничего не сказал действительно ни о Навальном, хотя это главная тема сейчас всех мировых сообществ. Он ничего не сказал о агрессии в Украине, о концентрации сил вокруг Украины, ни в оправдании, ни в дезавуировании. Общих страхов. И вообще он не сказал ничего серьезного, кроме того, что он предупредил, что у нас есть красные линии, если их перейдут, мы ужасно как ответим. Но это была банальность, потому что никто не знает, где эти красные линии, может быть, кроме самого Путина. Вы довольно молодой человек, Антон Анатольевич, а я прекрасно помню съезды Советской Коммунистической Партии, которые проходили в 60-е, в 70-е годы. Вот точно такие же лица, точно такие же скучающие лица и точно такой же до оскоминный, до вязкости скучный доклад товарища генерального секретаря. И год от года он отличался только тем, что все более и более невнятно, в силу старения говорил сам товарищ генеральный секретарь. А все остальное было одно и то же. И вот Владимир Владимирович Путин добился того, что он, по крайней мере, и элиты, так называемые, вернулись фактически в то время, в эти славные 70-е годы, когда постепенно на наших глазах превращался в развалину Леонид Ильич Брежнев. Ну, я с вами согласен. Есть ощущение легкого, а может быть и нелегкого, брежневения Путина. С другой стороны, мы понимаем, что, несмотря на дряхление политбюро, они все равно принимались и ввязывались в те или иные всемирные авантюры. Ну, чего стоит, например, афганская война или военные действия против Польши в 80-х годах, да, когда начали просто хватать и без суда помещать в тюрьмы польских членов «Солидарности». Да, безусловно, безусловно. Особенно характерна война в Афганистане. Мы знаем, как это принималось решение. Слава богу, сейчас документы очень многие опубликованы. Известно, что это действительно было на уровне старческого маразма. Что люди, которые немножко что-то понимали в политике, все говорили, что делать нельзя, что это безумие. Но вот в этом маразме старого политбюро, а почему бы не попробовать? Ну и что? Ну и вот попробовали и заплатили и репутации, и бесчисленным количеством жизней своих, и афганских. Ну и крахом, в конечном счете, Советского Союза, который наступил во многом из-за Афганистана. Так что, безусловно, авантюры могут быть. И то, что Путин говорит такие скучные вещи о жилье и о детских пособиях, причем, кстати говоря, очень многое из того, что он всегда говорит, потом вообще не исполняется. Кроме этого, возможно, он может сказать что-то на днях совершенно другое. А может вообще не сказать, а сделать. А решения, может быть, приняты в президентском совете, в узком круге. Самые опасные для мира. Хотя я надеюсь, что Путин сейчас не так глуп, чтобы развязывать новую всемирную авантюру. Вообще и Путин, и его окружение. Мечтали опрямо противоположным. Они мечтали стать великой мировой державой. И вести за собой новый, я бы так сказал, правореакционный комментарий. И были к этому шаги в 2013-2012 году. Все практически европейские правы, они и американские, они так или иначе симпатизировали Путину, и так или иначе с ним сотрудничали. А многие просто получали от него неплохие деньги, как та же Мария Липен, как сейчас оказалась. Но это все провалилось. Сейчас же ни один правый, если он мечтает о каком-то успехе у себя в той или иной стране европейской, он не осмелится хвалить Путина. Никто. Ни альтернатива для Германии, ни французское движение Марии Липен, никто. Потому что последними действиями Путин себя дискредитировал полностью. А эта дискредитация означает совершенно реальные вещи в смысле экономических ущербов. Тяжелые санкции, отсутствие денег. В итоге социальный бунт в России. И он это знает, он-то сам учился в категориях, хорошо ли, плохо ли, но в советских категориях. И он знает, что когда они зы не хотят, а верхи не могут, происходит революция. И он очень боится. Почему вся речь была посвящена социальным? Вопросом. Чтобы низы не захотели его свернуть. Но поскольку он ничего реально дать не сможет, возможность свержения в той или иной форме приближается. Но не будем забывать, что Путин не один. У Путина там, скажем, две дочки, которые, естественно, не могут наследовать власть. А вот его окружение, тот же Патрушек, уже имеют сыновей, которые хотят продолжать не только... Да, они получили весьма, скажем так, аппетитные должности. Абсолютно. Абсолютно. И им они мечтают получить власть. И отцы мечтают им их передать, эту власть. И под их крылом уже стареть тихонечко, когда они сами не смогут управлять. Вот. Поэтому для этих людей создавать сейчас ситуацию, приближающуюся к бунту, с другой стороны, отказаться от всего, что они награбили, во что они вложили деньги во всем мире, практически невозможно. Они должны думать на перспективу и думают на перспективу. И обратите внимание, вот вчерашние события, уже не связанные с этим выступлением Путина, а связанные с митингами защиты Навального, они показали ведь очень интересную вещь. В Москве, как известно, где я тоже был в этом движении, в Москве не разгоняли никого, никого не били, полиция была совершенно корректна, эти автозаки стояли пустые на всякий случай. Вот. Народ кричал свободно все лозунги, поднимал, сначала боялся, потом стал поднимать лозунги. Вот. Их никто не трогал. А в Петербурге избивали и арестовали очень многие. О чем это говорит? Вот если в течение одного-двух дней снимут Беглова и поощрят Собянина, это будет означать, что выбран либеральный курс. Если снимут Собянина и поощрят Беглова, будет означать, что выбран курс на завинчивание Канина. А если не будет ни того, ни другого, я почти уверен, что ни того, ни другого не будет, то это означает, что раскол в элите зашел так далеко, что уже никакой вертикали единой нет. И каждый действует ответа головы своей я. Как говорится в одном средневековом русском документе. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте. Мы любим Россию! Между. 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 Субтитры создавал DimaTorzok